привет друзья вас приветствует кузнеца тест-драйва сегодня мы поговорим о продукции заводов азлк и иж азлк раньше назывался еще мзма было такое название сейчас мы немножко поговорим поподробнее а сначала отвечу на несколько вопросов по предыдущим сериям из цикла музей кузнецы тест-драйва по зазам по луазам все автомобили я это проговаривал которые не готовы мы будем снимать отдельной серии да они у нас есть у стоя в другом месте и так как эти машины еще не готовы к выставке они будут сниматься отдельной серии что ждет очереди в реставрацию сегодня мы вам покажем четыре автомобиля это наш москвич 408 экспортные 4 фарны 65 года выпуска один из первых москвичей этот москвич знаменит по фильму бриллиантовая рука как вы помните и по совету друзей я купил автомобиль москвич последняя модель цвет мы правда не смогли подобрать точно потому что готовой краски такой к сожалению сейчас не производится что-то рядом близко вот так вот машина выглядит на автомобиле сохранился весь родной хром это еще хром советского союза с кузовом было огромное количество проведено работ в принципе от кузова осталось части днища крыша крышка багажника пару дверей все остальное переваривалась делалось все с нуля грубо говоря этот автомобиль строился из-за чего потому что автомобиль 1965 года мое предпочтение это собирать автомобили первого года выпуска и последнего вот не знаю почему но так мне нравится эту машинку вы могли уже видеть на выставке у нас all carland до сих пор осталось наклейка на номере не содрали и в этом году она тоже обязательно будет в апреле так что велкам приходите все покажем расскажем вот этот автомобиль их вообще очень интересно это один из первенцев ижевского завода когда еще не было большого завода и собирался на мощностях завода прогресс что отличает ранние ижи это вот такая летая эмблема в виде сатурна которая перекочевала сюда с мотопродукции ижевского завода кстати это сейчас очень большой дефицит у такой значок за него идет между коллекционерами такая война как бы его найти даже за этот значок когда увидели на видео мне писали коллекционеры из россии что вот собрал такую машину значка не предлагали продать и хорошие деньги предлагали но мы такие вещи не продаем вообще производство ижевских автомобилей началось в середине декабря 66 года полностью завод заработал в полную силу вышел на 250 тысяч автомобилей это в семидесятом году после того как было поставлено все новейшее по тем временам оборудование частично кстати оборудование фирмы рено эта машинка у нас начало 69 года так что частичка франция присутствует в этом автомобиле машина редкая вот эти первые машинки красились два цвета это вот такой грязно-голубой или грязно такой трудно назвать его грязно-синим грязно-голубой наверно и такой как кофейная пенка такой поэтому два цвета было в этой модельки машина тоже прошла такую хорошую работу над кузовом была проведена над ней ну как видите получилось все вроде бы хорошо такая машинка у нас тоже есть и тоже как вы видите она была на выставке и в этом году она тоже будет обязательно но теперь переходим одному из моих любимых москвичей это из комби в таком вот в цвете типа золотой руно как на жигулях был очень похожий цвет с оливковым салоном вы могли уже видеть его на тест-драйве у нас есть тест-драйв этой машинки это один из первых комби год выпуска его 75 еще с хромированной облицовкой решетки радиатора с очками с хромированными машинка тоже сейчас очень редкая на дорогах встречается редко в основном это поздний из комби 20 не 25 эта машина тоже была поднята из руин цвет у нее был другой поэтому машины меняла цвет полностью потому что у меня все воспоминания из детства почему-то связаны вот именно с этим цветом может быть он был такой яркий ребенок запоминал этот свет но хотелось получить именно такую машину и мы ее получили машина тоже выставлялась уже на выставке и будет обязательно в этом году вот такой коник 75 года последний москвич который мы посмотрим в этой серии это москвич 408 и 72 года выпуска это уже поздний 408 что его отличает от более ранних это то что здесь уже стоит полностью вся светотехника передняя задняя с 412 москвича и в принципе человек который не сильно знаком с продукцией завода в москве он может эту машину принять за 412 москвич в чем их отличие это то что здесь стоит 408 двигатель здесь еще идет кулиса переключения передач на руле и на крышке багажника сзади идет надпись москвич без 412 на 412 так всегда было написано москвич 412 здесь просто москвич что такое это экспортное исполнение поэтому машинка тоже редкая она с очень маленьким пробегом машина красилась только по наружи проводились работы над двигателем над ходовой и над сцеплением салон все оригинальное все стекла именно этого автомобиля нам очень сильно повезло с этой машины у нее пробег что-то в районе 40 тысяч километров автомобиль тоже сейчас очень редкий красивый и мне знаете мне на нем очень нравится ездить за рулем когда вот последний раз его гнал с выставки мне пешеходы не я им уступал на зебре а мне пешеходы уступали дорогу показывали большой палец вверх доставали быстро телефон и начинали машину фотографировать если честно это было очень приятно и сама кулиса на руле мне нравится в управлении больше чем напольная тут кстати у нас уже стоит четырехступенчатая коробка передач если провести налоги например с газ 21 с победой там тоже кулиса на руле но коробки стояли трехступенчатый москвич даже на 407 403 москвичах уже стояла четырехступенчатая коробка передач поэтому москвич в этом деле был гораздо прогрессивнее на сегодня друзья мы будем сворачиваться остальные автомобили москвич из нашей коллекции мы покажем в другой серии потому что растягивать и как бы не сильно хочется но мы обязательно все снимем и покажем чтобы не пропустить это подписывайтесь на наш канал ставьте лайки можете влепить дизлайк если вам что-то не нравится пишите комментарии и не забывайте что мы куем для вас тесты на земле в воде и в музее пока друзья